На востоке Украины сегодня продолжаются боись. Днём украинские войска нанесли ракетно-миномётный удар по городу Горловка. Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на своего корреспондента на месте событий. Эту информацию подтверждает также агентство Интерфакс, которое ссылается на очевидцев. Огонь вёлся с окраин по центру города. Один из снарядов разорвался возле городского роддома. По данным корреспондента Украинской Правды, количество погибших среди мирного населения составляет от 20 до 30 человек. По его словам, люди спасаются от взрывов в подвалах домов. В городе серьёзные разрушения, повреждены многие здания, цитирует Интерфакс и слова местных жителей. Одновременно с этим бои проходят и в городе Шахтёрске. Этот город находится в нескольких десятках километров к востоку от Донецка. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителей самопровозглашённой Донецкой Республики, сегодня днём украинская армия провела массированные артобстрелы, вошла в город двумя колоннами. В связи с продолжающимися боями в этом регионе Австралия и Нидерланды не стали отправлять сегодня на место крушения малайзийского Боинга гражданскую полицейскую миссию. Об этом заявил представитель ОБСЕ Александр Хак. Ранее Малайзия договорилась с представителями самопровозглашённой ДНР о том, что разместит там своих полицейских на месте событий. Американские СМИ публикуют первые данные из чёрных ящиков разбившегося Боинга. Официальные результаты ещё не озвучены, но телеканал CBS со ссылкой на свои источники утверждает, что самолёт был сбит ракетой. Какой именно ракетой, с комплекса БУК или самолёта Су-25, эксперты не уточняют. При этом и США, и Россия настаивают на своей версии произошедшего. О том, что прояснилось в авиакатастрофе, расскажет мой коллега Егор Максимов. Карина, спасибо. Действительно, сегодня телеканал CBS сообщил о том, что малайзийский Боинг сбили именно ракетой. Им об этом рассказал европейский специалист по воздушной безопасности, который имеет отношение к работе с чёрными ящиками борта MH17. Самописцы всё ещё расшифровывают, это делают на базе Великобритании, но первая информация уже утекла в СМИ. И вот источник CBS говорит, что ракета выполнила своё предназначение, сбила самолёт. По данным этого источника, с этого специалиста, чёрные ящики записали, что салон Боинга массово разгерметизировался. Это произошло из-за того, что корпус пробили насквозь поражающими элементами, которыми была нашпигована ракета. Но о чьей именно ракете, о ракете какого типа идёт речь, никто не говорит. Сейчас СМИ пишут о том, что подобным образом, с поражающими элементами, может быть и БУК, и штурмовик Су-25. То есть подтверждается и основная версия Соединённых Штатов о том, что самолёт сбили так называемые ополченцы, во всяком случае, с земли военной установкой. И версия России о том, что это был штурмовик Су-25. Но вот большинство военных экспертов заявляют, что информация источника CBS – это прямое доказательство того, что Боинг сбили именно с земли. Таким образом, получается, если разбираться в ракетах, то штурмовики Су-25 оснащены всего двумя типами ракет класса «воздух-воздух». Это ракеты Р-60 и Р-73. Ракета Р-60 вообще уже практически снята с вооружения. Она очень старая, не производится 25 лет, срок годности у неё истекает, и поэтому их практически нигде не устанавливают. Ракета Р-73, по всей видимости, бьёт в двигатель. И всё-таки этим вот ракетам на штурмовиках сложно вызвать именно такую разгерметизацию салона. Хотя теоретически это возможно, как говорят военные эксперты, но должно сойтись слишком много факторов. Хотя бы тот фактор, что именно эти ракеты, именно на этом штурмовике должны быть установлены. В общем, при такой неясности произошедшего, стороны продолжают настаивать, каждый на своей версии. Вот, например, в России сегодня агентство РИА Новости опубликовало заявление источника в Министерстве обороны России, который заявил, что, оказывается, Соединённые Штаты даже косвенно признают российские аргументы. Но, во всяком случае, это точка зрения российского Министерства обороны. Речь идёт о том, что в районе крушения Боинга находилась украинская система ПВО. Это заявление основывается на позиции официального представителя США Джоша Эрнста. Вот он сказал дословно, украинские системы ПВО в том районе были отключены, а в Российском Министерстве обороны это восприняли как доказательство того, что ПВО в этом районе присутствует. Такая вот сложная психологическая, лингвистическая, политическая игра Соединённых Штатов и России. Но, в общем, из этого заявления тоже, на самом деле, пока никаких конкретных фактов не следует. Что же касается ракеты и расшифровки бортовых самописцев Боинга, то, конечно, для каких-то категорических утверждений нужно получить гораздо больше информации. Карина? Спасибо, Егор. Мы пока не знаем о том, какая ракета именно была запущена, выпущена по Боингу, но то, что информационная война продолжается между Россией и Западом, это очевидно. Егор Максимов о том, о новых данных с расшифрованных чёрных ящиков.